Сгодно с решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 21 вероя означается Международный День Миру. Его главная задача – улучшение идеалов мира как на национальном, так и международном узровне. Что для этого делается в Гомельской области, ведут наши корреспонденты. Беларусь – краина мира, сгоды и безопасности. Время срочистого схода, присвященного Международному Дню Миру, в Гомеле этот вырос повторяется неодноразово. Для страны, которая великая чинная война стратила кожного третьего же гора, мирное небо – не просто пожадание. Для достижения этой меты робится шмат. Утымлику на региональном узровне. Международный молодежный лагерь Миру и Дружбы, международные марши Миру, подчас яких делегации обмерковывают актуальные проблемы сучасности. Ушановление человека працы, присуджение звания «Детя Миру». Это только не которые акции, которые проводят областное отделение Беларусского фонда Миру. Даже на наступном тыдне тут по традиции плануют повиншовать батьков, которые народят детей 21 вероя. Через 34 дня мы обязательно идем чествовать матерей, вручаем им свидетельство, что родился ребенок, и вручаем подарки. Вот за это время, за 12 лет, которые мы акцию проводим «Детя Мира», по области родилось 714 ребятишек. 21 вероя сня православные верники будут отзнащать ростопор Святой Богородицы. У ответственности звучанием церквы Яйина Раджения не было падеи выпадковой и завышайной. Ей была отведена важная роль о ожитивлении плану в ротовании человечества. Яйе так само можно назвать миротворцей. Блаженный миротворцы, говорит Господь, обращаясь к нам через свое Святое Евангелие. И вот эти слова, они сегодня звучат настолько актуально, призыв каждому из нас, какой бы мы конфессией не были, какой бы мы были в национальности, но созидание мира, это, наверное, сегодня главное во всем мире, то, к чему стремиться должен быть человек. Хочется всем пожелать добра, счастья, любви и мира. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, Телерадо, компания «Гомель».